Девчонки, всем привет! С вами Леся и мы продолжаем с вами разбирать мою декоративную косметику. И в этом кусочке видео мы разберем с вами тени. Но также хочу добавить, что в прошлом видео по разбору помад я вам показала покупки тканевых масок в конце. И самое интересное, забыла показать вам еще одну тканевую масочку от Кафе Мими, питательную маску для лица с авокадо. Ну вот, так, забыла. Ладно, проехали. Давайте начнем с теней. Сразу предупреждаю, что я буду жестоком. Это для тех, кто не может подобные видео смотреть. И, в общем-то, да. Начнем с жестокого. Это тени от девочки. Я уже все. Живанши. Полминуты для того, чтобы вспомнить эту марку. Значит, четверочка теней от Живанши в оттеночке 3 и на Тенде. Да. Что могу вам сказать? Своими словами, да это срань господня. Серьезно. Это просто отвратительный продукт. Вот так вот это выглядит. Тени ужасного качества. Они осыпаются полностью под глаза, на лицо. Все вокруг в этих тенях. Оттенок... Так по Сочи красивый, конечно. На самом деле это больше вот так вот выглядит. То есть это крупные блестки, которые как стекло, понимаете, попадают вам в глаза. Вот так вот все лицо в этих блестках. Глаза вот так вот в этих блестках. Начинаете смывать макияж. Это все, понимаете, печет, цирапает. Я не знаю. Я не знаю. Это просто продукт, который не стоит своих денег. Это просто за бренд вы платите, за красивую упаковку, за то, что это Живанши. На самом деле это просто ужасный продукт. По факту плюсов абсолютно нет. Осыпаются, цирапают глаза. Тяжело удалить именно эти блестки. Потому что они просто как въедаются в кожу. Но отвратительно. Отвратительно. Я не буду этим пользоваться. Это просто издевательство над человеком. Вот такие вот тени. К примеру, вот вам покажу тени от Бьютике. Мне их прислала Лерочка. Лера Феевый Эдикт. Я подозреваю, что они намного стоят дешевле, чем тот же Живанши. Это у меня в оттеночке 25, в оттеночке 27. Затем обычная простая упаковка. Девочки, извините меня. Это качество. Они яркие. Они пигментированные. Они не осыпаются. Они сразу покрывают вам веко. Сразу видно цвет. Сразу просто это рабочие тени. Крутые. Вы знаете, если положить в какие-то вот такие вот упаковки, никто не догадается, что это Бьютике. Потому что это качество на миллион. Серьезно. Очень яркие, пигментированные, потрясающие оттенки. Вот как вот здесь. Ну, у меня нет слов. У меня нет слов, потому что... Почему бюджетные марки могут так делать, а дорогие нет? Ну, они ничего не делают. Просто, вот, знаете, в свое время создатели заработали свое имя. Они насчет этого просто выезжают. Ничего не делают. Я так считаю. Далее. 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 Так, это все. В стороночку. Конечно же, Бьютике остается со мной. Лореаль. В оттеночке. Необычный. Экстраординарий. У меня все эти тени, если честно, ушли. Ну, не знаю. Они как-то мне не нравятся. Даже вот этот оттенок я оставляла. Но все равно рука к ним не тянется. Какое-то посредственное качество, посредственная передача. Не знаю. Не хочу ими пользоваться. Мне не нравится. Зато вот потрясающие тени. Однушки от Сифары. Сумасшедшие просто. Металлики. Вы их уже видите. В оттеночке у меня. 0,4 Бургунди Ганг. И у меня в оттеночке 0,3 Пинкалишес. Они потрясающие. Они такие металлические. Они просто сумасшедшие. Ну, когда есть такие тени. Когда есть такие тени. Неужели я буду пользоваться вот этими вот от Givenchy? Просто потому, что это марка. Да нет. Мне все равно, честно. Мне все равно. Далее потрясающая однушка от L'Etoile серии Confetti. 108 оттенок Буль Диско. Это тоже сумасшедший. Просто обалденный оттенок. Вы видите здесь дно. При том, что я их не так давно и покупала. Это говорит о том, что их просто обожаю. Просто обожаю. Посмотрите, какая это красота. И на самом деле они в жизни более в баклажаны. Такой баклажан розовый уходит с какими-то голубыми вкарплениями. Ну, это сумасшедшие. Сумасшедшие тени. И, ну, есть вот это. Есть вот это. Оно стоит бюджетнее. У них более простые упаковки. Но, извините меня, вот это вот Givenchy, срань господня по качеству, просто рядом не стояло с вот этими потрясающими тенями. Поэтому, конечно же, это мы оставляем. От L'Etoile Psychotropical. Лимитка очень красивая. В оттеночке 203 отражения природы. Очень крутой оттенок красного. Просто сумасшедший. Конечно же, у меня остается. Конечно же, я буду с большим удовольствием ими пользоваться. Так, моя любимейшая марочка – это театр. Ну, я люблю эту марку. Это моя любовь. Это очень дорого. Все всегда смотрится. У театр красивые упаковки. Вот такая вот палитра. Такая вот палитра. Мне нравится. Можно поиграться с ней, сделать сложный макияж, красивый, дорогой. Можно сделать непросткий макияж. Можно сделать макияж очень яркий. Я обожаю эти тени. Обожаю эту марку. Это моя самая любимая марка. Поэтому, конечно же, эта красота остается со мной. Далее от Smashbox палетка Cover Shot Pinks Plus Palms. Тоже достаточно неплохая палетка. Я ей достаточно часто одно время пользовалась. Вот эти вот розовые меня особенно интересуют. Неплохая, рабочая. Если особенно по скидке купить, то да, с удовольствием ей пользуюсь. Она у меня остается. Далее палеточки от NYX. Вы знаете, что-то у меня с маркой NYX дружба не складывается. Все это, наверное, модель Китая делает свое дело. Ну, я шучу, конечно. Не важно, где это производится. Важно качество. Это у меня в оттеночке Sugar Huts 06. Что могу сказать? Вот эти вот вообще не пигментированные. Эти пигментированные сверкают, но смотрятся дешево. Поэтому пару раз воспользовалась. На этом все закончилось. Далее от NYX of Tropic. Очень мне нравится эта упаковка. Крутая. Просто. Водиночки 0,2. Shifting Sand. Вот такие вот оттенки. Знаете, я вот сижу и думаю, надо мне это или не надо. Наверное, не надо. Наверное, не надо. Матовыми я не пользуюсь. Все вот эти вот... Вот это вообще ни о чем. Так пляши вложиться. Да ну нафиг. Не хочу. Не хочу. Есть лучше. Есть лучше. Так, я просто хочу, девочки, подпередать то, что мне не нужно кому-то, кто может по достоинству оценит, а у себя свобедить место для чего-то более прекрасного. Потрясающая красота от Catrice Iconista. Это лимитка, девочки. Это просто в моем арсенале самое лучшее, что есть. Потому что если вы успели приобрести эту, не знаю, нечем закрыть эту палетку, вы просто счастливый обладатель. Потому что здесь каждый оттенок он доохромит. Каждый оттенок прекрасен. Каждый оттенок, ну, просто сверкает. Вот казалось бы, вот что это за оттенок? Я тоже его долго не пробовала. Но когда вы его начинаете наносить, вы понимаете, что это какой-то розовый, какой-то бордовый, какой-то синий там есть. Вот камера, как всегда, в коричневый, все в коричневый. На самом деле не все такие красивые. Вот этот я люблю. Ну, это просто великолепное что-то, что-то великолепное. Поэтому я с удовольствием пользуюсь. И если вы обладатель этой же красоты, как я, вы счастливчик. Далее две палеточки от Сифары. Flash Secunes. Сейчас это в оттеночке у меня... Сейчас скажу. Так, где что-то оттенки написано. Какая-то из них Orange. Вот это вот Orange, я точно помню. Это у нас что-то с фиолетовым пурпур. Ну, они слишком нежные для меня. Они слишком классические. Поэтому я ими пользоваться не буду. По качеству у меня претензий нет. Они крутые. Но мне в них не хватает. Не хватает яркости, интересности. Не знаю, чего такого. Так. Вы понимаете, как у меня мало останется сейчас всего. Далее палеточки от Profusion. Mixed Metals. Значит, первая палеточка от Profusion, которая меня безумно зацепила. Glam. Это вот это. Вы подумайте, чем же она меня покорила? А именно вот этим вот оттенком. Interest. Он реально интересный. Понимаете, здесь он просто зеленый. Но. И тут он просто зеленый. Не знаю, будет видно, нет. Вы его наносите. И он дуохромит в розовый. Он такой крутой. Я просто, не знаю, сошла с ума. От того, что я нечто подобное попробую. Мне даже такого и не было никогда. Он просто зеленый. А вы наносите, он с таким розовым каким-то подтоном. И палеточка Peach. Такая вот палетка. Я даже не знаю, потому что у меня... Ну, вот тут такой оранжевый, конечно, интересный. Да, он красивый, очень металлический. Очень красивый, металлический оранжевый. Это у нас такой розовый. Ну, вот из-за вот этого оттенка я наставлю. Потому что он реально красивый. А давайте еще вот этот потестируем. Нет, девочки, знаете что? У меня нечто подобное есть. Поэтому я ее удаляю. Она неплохая. Качество хорошее. Но у меня есть нечто подобное. И в других палетках. И вот от этого я просто в восторге. Именно из-за этого оттенка. Поэтому, конечно же, это у меня остается. Так. Следующая у меня палеточка от Jade. Она совсем новенькая. Мне ее Лера присылала. И это у меня в оттеночке 50. Брэдс Энджел. Вот так вот она выглядит. Здесь очень красивые вот эти вот розовые металлические оттенки. Просто невероятная пигментация. Даже не знаю, куда. Ой, какие они красивые. Это даже вот смотришь на Refill. И не подозреваешь, что он вот сейчас так вот перенесется. Это такая сумасшедшая красота. И опять все в коричневом. Да что это за предательство? Мне кажется, это не камера, а свет так делает. Они на самом деле розовые. Первый такой розовое золото. А второй больше как в рыженький уходит. Конечно же, эта палетка у меня остается. Буду ее с радостью тестировать. И следующее. На закуску можно так сказать. Я хочу вам показать три палетки с таким вот дизайном. Вы можете сказать, кто-то говорил, ой, Эвлайн слезали у Революшн и так далее. На самом деле сейчас очень много марок выпускают таких вот палеток, где вот так вот это все происходит. Даже марка моя любимая, Сеата, она выпустила такую палетку. Надеюсь, что она к нам дойдет. И сразу хочу сказать. По качеству вот красоты Эвлайн намного круче. Здесь она выглядит более дороже. Смотрите, тут мелкая детализация, больше наполнение. И вот так вот это выглядит у Революшн. Здесь звездочки, здесь какие-то ромбики. Видите? Ну, это намного как-то не так выглядит здорово и богато, как у Эвлайн. Значит, также и по качеству теней Эвлайн в оттенок, ну, оттенок Спаркли намного круче. Здесь просто потрясающие оттенки. Вот этот я использую тоже, подвожу нижнее веко. Просто невероятное какое-то сумасшествие. Безумная палетка. Я вам реально советую. Она недавно, буквально вот сегодня появилась в подружке. Прикупите. Пока есть, прикупите. Далее от Революшн. Честно говоря, конечно же, первое, что меня заманило, это дизайн. Потому что к марке Революшн я отношусь хорошо, но мне не нравится то, что они что-то у кого-то слизывают. И у них качество средненькое. Средненькое и всегда есть что-то где-то лучше. Поэтому, да, в оттеночке Фортуна Сикер это у нас фиолетовый оттенок. Такие вот фиолетовые мне понравились. Потому что вот этот просто сумасшедший фиолетовый. Видите, тут уже 150 теней. Но он очень круто наслаивается. И прям вот такой, может быть. Мне нравится эта палетка по качеству, даже по оттенкам. Прям тут такие сиреневые, не фиолетовые, а сиреневые тона, которые я долго искала. Вот эта вот розовая One True Love, она не такая крутая по качеству. Качество здесь такое себе, подосыпается, плохо пигментировано. Но я ее оставлю просто, чтобы кайфовать от этого дизайна. Потому что я очень давно их хотела себе. Это все, что хотелось вам, девочки, показать. И продолжим дальше.